С главными событиями к этому часу в студии Екатерина Дементьева. Сегодня в нашем выпуске. 21 апреля в России отмечается День местного самоуправления. Сегодня с главами муниципальных образований округа в режиме ВКС встретился глава региона. Речь шла об усилении канала за въезжающими на территорию муниципалитетов иногородних граждан в период весенней охоты. Она в этом году разрешена только для местных жителей. Соблюдение дистанции, увеличенные интервалы между занятиями и косметическими процедурами, регулярная дезинфекция. На Рьенмаре открылись для посещения салоны красоты и фитнес-центры. В нашем репортаже о режиме работы предприятий малого и среднего бизнеса. Лужи – первая примета весны. Примерно с середины апреля каждый год на Рьенмар начинает плыть. На дорогах и во дворах разливаются маленькие озера, полноводные моря и глубокие реки. Коммунальные службы работают в усиленном режиме. Об этом и не только в ближайшие 20 минут. За последние сутки в России выявлено более 5,5 тысяч новых случаев заболевания COVID-19. Общее количество заболевших приблизилось к 53 тысячам. За это время пандемии умерли 456 человек. Только за последние сутки скончалось рекордное количество граждан России – 51 человек. В Ненецком округе по-прежнему выявлен один случай заражения коронавирусом. Жительница Наринмара находится в стационаре. Ее состояние оценивается как удовлетворительное. По информации, на 21 апреля в регионе проведен 131 тест на заболевание COVID-19 у жителей региона, прибывших заболевших на одном рейсе из Санкт-Петербурга, а также у ее близкого окружения. Все тесты дали отрицательный результат. Исследования тест-проб продолжаются. Об этом сообщили в управлении Роспотребнадзора по Ненецкому округу. Напомним, исследования проводятся в отношении 167 человек, которые сегодня находятся под наблюдением медиков самоизоляции. В режиме видеоконференции прошло оперативное совещание главы региона со своими заместителями и руководителями профильных департаментов Ненецкого округа. В центре внимания финансовые экономические темы. Пандемия коронавируса и связанные с ней ограничительные мероприятия отражаются на стабильности экономики в стране, наполнению доходной части региональных бюджетов. В рамках видеоконференц-связи руководитель департамента финансов доложила о наполняемости окружного бюджета. По словам Татьяны Лагвиненко, с начала 2020 года в бюджет региона поступили доходы в размере 4,3 млрд рублей. В основном это налог на имущество юридических лиц и доходы от реализации Харьягинского СРП. Расходы же бюджета составили более 6 млрд. Из них порядка 900 млн рублей это социальные выплаты. Главное для нас это жители округа, это люди, которые живут на нашей земле и мы в любом случае будем сохранять те социальные выплаты, которые есть. Однако, в любом случае нам придется какие-то статьи сокращать и в этом смысле мы должны начинать прежде всего с себя. Дефицит бюджета на сегодняшний день составляет 1 млрд 746 млн рублей, при годовом плане дефицита немногим более 3 млн рублей. Затянувшаяся пандемия коронавируса отражается не только на крупных отраслях российской экономики, но и на предприятиях малого и среднего бизнеса, оказывающих услуги населению. В связи с введением режима повышенной готовности на территории региона они были закрыты и в Нарьинмаре. Ограничительные меры в Ненецком округе продлены до 26 апреля. Однако для отдельных предприятий бизнеса сделали послабление. Заработали парикмахерские, заработали салоны красоты, фитнес заработал. В целом те, кто должны проверять их работу, Роспотребнадзор сообщает, что в целом все требования, которые выдвигает Роспотребнадзор, выполняются. Безусловно, это дает некую, ну вот это послабление дает возможность многим начать работу и вот такую активную экономическую жизнь. Власти округа надеются, что послабления для бизнеса на фоне стабильной эпидемиологической ситуации в регионе помогут сохранить частные предприятия и их коллективы. Что касается окружного бюджета, то на сегодняшний день, по словам главного финансиста округа, заключено соглашение с федеральным казначейством на бюджетный кредит в размере 1 миллиарда рублей, а также объявлены торги на коммерческий кредит на 800 миллионов рублей. Юрий Бездудный поручил заместителям и руководителям профильных окружных ведомств пересмотреть расходные статьи бюджета в связи с новыми экономическими реалиями. Красоте и спорту быть. С 18 апреля возобновили работу парикмахерские, солярии, сауны, фитнес-центры, тренажерные залы и другие объекты, оказывающие подобные услуги. Однако, чтобы принимать посетителей, сотрудники должны соблюдать определенные санитарно-эпидемиологические требования. Наша съемочная группа решила выяснить, как с этим справляются представители малого и среднего бизнеса. Хозяйка студии красоты Анна долго готовилась к открытию своей мастерской. Выбирала и расставляла мебель и предметы декора, чтобы создать должный уют для своих клиенток. Но открыться так и не успели. В регионе были введены ограничительные меры по недопущению распространения коронавирусной инфекции. Клиентов накопилось очень много за этот момент. Дело в том, что мы сейчас с парикмахером не можем работать одновременно в одном помещении, так как по постановлению мы должны работать не более двух человек в помещении. В субботу двери салона таки распахнулись для посетителей, как и положено с соблюдением всех мер безопасности. У нас создан входной фильтр, то есть мы проверяем температуру, мы выдаем каждому клиенту бахилы маску. Маски пока у нас есть запасы, мы даем. Также обрабатываем руки антисептиком. Ну и, соответственно, при работе, то есть я как мастер маникюра, я сижу в защитном экране плюс маска и, соответственно, мы стараемся держать дистанцию между клиентом и мной, например. Измерение температуры – средства индивидуальной защиты. Клиентки воспринимают данную необходимой спокойно. Я отношусь к этим мерам с пониманием, потому что ведь это и безопасность, и здоровье клиентов, да. И, в принципе, я за такие меры и готова их соблюдать. Феи красоты, популярной в городе студии, также вынуждены соблюдать усиленные меры безопасности и работать посменно, чтобы не нарушать предписания. Соблюдаем все согласно алгоритму, который нам был рекомендован. Отнеслись положительно, потому что мы рады, что нас открыли. Так как мы три недели не работали, это, конечно, было тяжело и морально, и финансово, и для мастеров, и для нас, и клиенты были в ожидании. Поэтому мы рады, что нас открыли, хоть и с ограничительными мерами, но тем не менее. Возобновили свою работу и спортивные центры. Так в школе современного танца сейчас занимаются только взрослые группы с ограниченным количеством участников. В тренировочных залах соблюдаются все меры безопасности. Проводится регулярная дезинфекция. Весь персонал наш принимает тоже меры предосторожности. Мы ходим в масках, в перчатках. Также, когда люди приходят на занятия, ориентиром мы ставим гимнастические ковры, чтобы дистанция была между друг другом одинаковая. И после каждой тренировки мы делаем влажную уборку, проветриваем помещение. Со всей ответственностью подошли к работе сотрудники известного в городе фитнес-центра. Здесь в основном проходят индивидуальные занятия или занятия малыми группами не более пяти человек по предварительной записи. Между тренировками проводится дезинфекция всех контактных поверхностей. Контроль за здоровьем самих сотрудников. Измеряется температура тела при входе на работу и в течение дня. Также сотрудники, если имеют какие-то признаки острых респираторных заболеваний, медленно отстраняются от работы. Соблюдение дистанции, увеличенные интервалы между занятиями и косметическими процедурами для дезинфицирующих обработок – предметы индивидуальной защиты. Это временные меры, к которым мы должны относиться с пониманием. Только так получится сохранить наше здоровье, оставаться красивыми и помочь сохранить малый и средний бизнес. Екатерина Дементьева, Владислав Ткачев, Телеканал «Север». 21 апреля в России отмечается День местного самоуправления. Сегодня с главами муниципальных образований округа в режиме ВКС встретился глава региона. Прежде чем обсудить с представителями местного самоуправления повестку дня сегодняшнего заседания, она касалась мер по недопущению распространения коронавируса на территории региона. Поздравление в адрес глав муниципальных образований от руководителей региона. На вашу долю выпала вот та непосредственная прямая связь с жителями. Именно вы обеспечиваете эту непосредственную связь жителей поселений, деревень, сел, со всеми органами государственной власти, региональной, федеральными органами. И за это вам огромное спасибо. В свою очередь представитель регионального парламента Александр Лутовинов отметил тесную взаимосвязь окружного депутатского корпуса с органами местного самоуправления по всем насущным вопросам. От поздравлений к обсуждению самой злободневной на сегодняшний день темы. Как не допустить распространение коронавирусной инфекции на территории региона? Какие меры предпринимаются главами на местах? Ну, правда в том, что инфекция, она распространяется чудовищными темпами. Правда в том, что она охватывает не только крупные города, Москву, Санкт-Петербург, города-миллионники. Она уже рядом в Коме, в Архангельске, особенно прирост большой в Коме, а мы граничим с Коме. Ну, правда в том, что у нас настоящий момент один заболевший, пять на обсервации. И это означает, что мы очень вовремя приняли все необходимые меры для того, чтобы эта зараза не расползлась у нас по округу. Для этого в аэропорту Наринмара будет усилен эпидемиологический контроль на внутренних рейсах. С наступлением сезона охоты этот вопрос наиболее актуален. Как сообщил руководитель регионального департамента внутренней политики Павел Рахмелевич, все главы ознакомлены с соответствующими рекомендациями по организации работы в условиях пандемии. На местах также созданы оперативные штабы. Регулярно осуществляется мониторинг запасов продовольствия и лекарственных средств. Также глав муниципалитетов обязали с 6 апреля ввести учет по миграции населения. Как оказалось, особенно остро стоит проблема в селах, связанных с зимниками, с соседними Коми-Республикой и Архангельской областью, где уже много заболевших. Так, на сегодняшний день в Коми уже зарегистрировано 508 случаев заболеваний коронавирусом. Село Несь граничит с Архангельской областью. Там 118 заболевших. За этот период было установлено 23 лица, прибывших из города Москва, Санкт-Петербург, Краснодарский край, Архангельская область, Мизинь и другие. Один человек из этой группы находится на самоизоляции, как контактирующая с лицом, которое, к сожалению, подтвердилось, что он заболел. Большая часть граждан приезжает по зимнику. Несмотря на наши усилия, а также объявления, размещенные в общественных местах о том, что граждане, прибывшие из других регионов, должны сообщить о себе, отмечается низкая самосознательность прибывших лиц. До окончания зимнего периода осталось немного времени, но между Несью и Архангельском осуществляется регулярное авиасообщение по местным воздушным линиям. До 10 июня один раз в неделю, после этого до августа три раза в неделю. Галина Варницына попросила в Рио губернатора проработать вопрос с аэропортом Васькова, о принятии мер эпидемиологического характера, либо такие меры принимать на въезде в аэропорту села. По поводу Васькова аэропорта и контроля на вылете мы проработаем с Архангельской области. Что касается по прилету, предлагаю тоже этот контроль все-таки осуществлять, лишним не будет совершенно определенно. Ограничительные меры введены в Харуке и Харивере, соседствующих с Республикой Коми. Также у нас 6 апреля по договоренности с начальником службы режима компании «Руслеппетра» и сотрудниками контрольно-прокусной пункта, которая расположена в Харьерке у нас, ведется запись всех езжающих и выезжающих два раза в день. В это 8 утра и 20 часов вечера. Все езжающие доводится информация по самоизоляции, так как они были в городе Усинске или в городе Сыктывкаре, где зафиксирован ковид-19. Но не все жители муниципального образования выполняют эти рекомендации. Глава Харивера посетовала на то, что несмотря на все предостережения и рекомендации жителям поселка не выезжать в Республику Коми, каждый день 2-3 человека отправляются в Усинск или Ухту в магазины и возвращаются обратно. Она даже предложила работодателям не выпускать таких лиц на работу, а отправлять в режим самоизоляции за свой счет. Ее поддержали и главы других поселений. Кстати, в Усинске официально зарегистрировано 10 случаев заражения коронавируса. В Ухте 9. В обоих этих городах на карантине находится порядка 700 человек. Более того, глава Коми направил вчера и в Усинске и в Ухту, а также в ряд других муниципалитетов Республики предписание закрыть их на карантин в целом. Как мы уже говорили, в Республике 508 зараженных. Четверо скончались. Субъект по количеству заболевших занимает 5 место по стране. Юрий Бездудный пообещал главам проработать этот вопрос и принять меры. Немаловажный вопрос для обсуждения с главами «Начало весенней охоты». В этом году она разрешена только для местных жителей. Для жителей округа охота – это не африканское сафари, не хобби, не развлечение. Это зачастую способ выживания, способ заготовить продукты для того, чтобы питаться. И в этой связи запретить совсем охоту было бы не просто неправильно, а было бы, ну, чудовищно. Это понимание было, равно как и то, что, к большому сожалению, в период весенней охоты в округ прилетает большое количество охотников сторонних, для которых как раз это хобби и развлечение. Весенняя охота в регионе в 2020 году пройдет в единый срок для всех трех участков охотничьих угодий с 16 по 25 мая. Как сообщил представитель Департамента природных ресурсов Сергей Чибисов вчера в округе начали выдавать разрешение на охоту. 20 заявок от жителей региона уже удовлетворены, еще 100 в процессе обработки. Есть обращения от иногородних жителей, в частности, из Москвы и Санкт-Петербурга. Совершенно определенно, что мы не ждем их гости. Главам муниципальных образований также рекомендовано усилить контроль за въезжающими на территорию их поселений в период весенней охоты. Иван Никонов, Ольга Малыгина, Леонид Шишелов, Телеканал Север. Лужи – первая примета весны в Нарьенмаре. Примерно с середины апреля каждый год город начинает плыть. На дорогах и во дворах разливаются маленькие озера, полноводные моря и глубокие реки. Кому как повезет. Обильное таяние снегов, головная боль не только горожан, но и коммунальных служб. Эти несколько недель они работают в усиленном режиме. Ольга Русул продолжит. Каждый год примерно на три недели Нарьенмар превращается в Венецию. Реки и каналы разливаются прямо по городским улицам и дворам. Основная причина такой метаморфозы – снег, который обильно выпадает на Крайнем Севере каждую зиму. Весеннее таяние снегов – проблема не только горожан, но и коммунальщиков, которые денно и ночно борются за чистоту городских улиц. Ну, если учесть, что зима была очень многоснежной, то борка улиц проводится качественно. Наша управляющая компания также убирает снег. У нас сухая дорога и тротуар. У нас вот здесь, вот возле Тыковылка-2, все хорошо убирает снег. А город в целом? В целом, но оцениваю, что нормально, да, где не идешь, везде трактора работают, машины снег вывозят. В целом, думаю, хорошо. Мне кажется, в этом году, по крайней мере, наш звор убирает лучше. Напротив дома лужи меньше в этом году намного, чем обычно. Обычно у нас озеро-море, в этом году нет. Ну, центральные улицы, я думаю, более-менее убраны в этом году. Но горы снега еще лежат по городу. Еще есть на чем работать? Есть, да, есть. Вывозить и вывозить. Введение управляющей компании «Успех» – 28 домов. Большинство из них расположены в центральном микрорайоне. Кроме того, есть объекты на улице Совхозной, Заводской и Красной. Техника приглашается по мере необходимости, так скажем, вызывается. То есть, ну, постоянно работают маленькие тракторы, МКСМ, который называется такой небольшой. И, ну, когда необходимость уже конкретной уборки снега доскональной, тогда приглашаются погрузчики фронтальные, либо какие-то тракторы и самосвалы. Ну, в зависимости по ситуации там может работать, допустим, два трактора, несколько самосвалов или один трактор, несколько самосвалов, либо один и один. Ну, то есть, в зависимости от того, какой объем снега необходимо вывести. Уборка веренных территорий управляющей компании производится в соответствии с графиком и по заявкам жителей. Например, за прошлую неделю поступило семь обращений, две заявки уже обработаны. Для более быстрого реагирования и связи с жителями управляющая компания завела странички в социальных сетях. У нас ежедневно производится осмотр территории, объезжают территорию мастера, смотрят, в каком состоянии, где какая-то критическая ситуация. Например, там лужа скопилась, сегодняшняя актуальная тема скопления воды, предположим, либо нужно убрать, допустим, снег, потому что он способствует скоплению этой самой лужи. Ну, то есть, это все смотрится, мониторится и потом обсуждаем, и где необходимость возникает, сразу приглашается техника. Бывает так, что, допустим, звонят и говорят, что нам нужно убрать, а мы говорим, а у нас уже там техника на подходе. Муниципальное предприятие «Чистый город» производит уборку в центральной части Наринмара в микрорайонах Мирный, Новый поселок, Кармановка. Работа ведутся в три смены. В первую на линию выходит 19 единиц техники, в том числе для уборки, вывоза снега и откачки талых вод. Во вторую 17 единиц, а в третью ночную 4. В этом году обращений по поводу объема большого количества талых вод меньше по сравнению с тем же с прошлым годом. Стараемся, учреждения максимально задействованы все ресурсы, которые только возможно. Это наняты сторонние организации, задействованы все единицы спецтехники нашего учреждения. Уборка улиц и междворовых территорий производится по утвержденному графику, также по заявкам горожан. Сталкиваемся с такой проблемой, что зачастую граждане оставляют свои транспортные средства в местах, не предназначенных для этого, и это, естественно, способствует сложностям по уборке. Вопросы по уборке городских улиц обсуждались в ходе совместного заседания депутатов городского совета и мэрии. Парламентарии настаивали на системной работе в уборке города и объединении и координации деятельности муниципальных предприятий и управляющих компаний. Важно, чтобы каждый житель был проинформирован о том, какая компания отвечает за данную территорию. Мы в таком, в оперативном, совместно с администрацией города, депутатский корпус, буквально в таком, в ручном режиме по тем болевым точкам, которые есть, где у нас скопление луж, где междворовые проезды. И действительно, эта работа в течение недели была активизирована, даже выходные работало предприятие. И управляющие компании звонили мысли, жители напрямую выходят на управляющие компании. И есть отклик положительный. Когда работы по вывозу снега и уборке дворовых территорий подойдут к концу, депутаты городского совета намерены собраться вновь и подвести итоги. Такова информационная картина этого дня. Далее смотрите прогноз погоды.